Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine, меня зовут Гуслистер Итём. В этом видео я вам расскажу и покажу о нашей наработке, именно украинские журналы в Scopus и Web of Science. То есть мы сделали табличку, в которую включили журналы, все украинские журналы, которые находятся и в базе данных Scopus, и в базе данных Web of Science. Ссылка будет в описании под видео. То есть вот сейчас перед вами эта таблица. Мы видим здесь 79 журналов, которые входят, украинские, Scopus и Web of Science. Данные актуальны на 30 мая 2017 года. Последний раз сверяли данные именно в этот день. То есть сейчас как бы 8 июня, можно считать вполне актуальна таблица. Она 100% актуальна. Да, единственный, конечно, человеческий фактор. Мы могли где-то допустить ошибки или названия журнала, или, возможно, не включили какой-то журнал в нашу таблицу. Но если вы увидите такие ошибки, просьба связаться с нами по контактным данным, позвонить нам или написать нам на почту, то есть или в соцсетях нас найти, добавить, написать, или в чат поддержки, что вот, мол, есть ошибка, не хватает журнала. Мы сразу в кратчайшие сроки добавим этот журнал. То есть пробежимся беленько по таблице. Что у нас здесь есть? То есть, во-первых, мы сделали своего рода маленький такой классификатор. Он не точный, но для удобства поиска, ну, ориентированно удобный поиск для пользователей. То есть столбик науки. У нас здесь есть естественные науки, есть технические науки, и есть общественные науки. То есть внизу также под таблицей вы найдете всю карту таблицы. Что, как, зачем называется. Ну, далее, понятно, столбик. Название научного журнала. Кликабельные журналы. То есть если мы переходим на журнал, у нас открывается либо страница самого журнала, либо его страница на скопусе, либо на Web of Science. То есть вы можете ознакомиться с каждым журналом из этой страницы. Дальше у нас идет ICCN Print Online. Вверху Print, внизу Online. Потом Subject Area. Согласно Сцимага, с корпусовской. То есть, ну вот, вы сами, в принципе, видите, какие категории в какой журнал относятся. Потом SUR за 2015 год. Потом графа в скопус. Немного некорректно отображается. С какого года в скопусе журнал. Потом в Web of Science. В каком ядре в Web of Science находится журнал. То есть у нас здесь есть CIE, есть и есть C. Да, что это такое, если не знаете, можно опять-таки в легенде прочитать. Вот у нас есть. С кликабельными описаниями, что это такое. Потом у нас идет Impact Factor журнала. Тоже Impact Factor у нас из Journal Citation Report. То есть из Web of Science, прошу прощения, Impact Factor. Город-издатель. Шифры за 2011 год и за 2015 год. То есть все это у нас есть в описании, что это такое. Подробно рассказывать не буду, смысла нет. Видео нацелено на презентацию этой страницы. Для удобства украинских авторов. Чтобы можно было найти журнал украинский конкретно, минуя там Excel-файлы скопуса, да, или сам ресурс скопуса поиск, или же Web of Science. То есть вот такая маленькая наработка наша. Надеемся, она вам будет полезна. Вы ее оцените должным образом. Так, опять напоминаю, вдруг увидите где-то здесь какую-то ошибку, обязательно свяжитесь с нами. Потому что мы нацелены на полное описание всех наших украинских журналов, которые есть в скопусе и Томпсоне. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Следите за новостями. Дальше будет больше. Продолжение следует...